Сердечно витаю вас, сябровки и сябры, и нагадываю, что мы с вами находимся на просторах в остросюжетного исторического строялу «Белорусский след». И в этом, другом ягодном сезоне, оповедь видеться про наших славутых землячек, яких непрадказальные хвали житевого океана пораскидали... ...позакидали на разные кутки земли. КАЛІСТИ ДАВНО ЗУСІМ ДАВНО ЗА ЧАСАМИ ЙЕРАДОТА Про нашу землю казали разные дивные речи. Например, что ейные насельники – невры – перетворались у вовков. Ну, не так уже и часто – некальки разов на год. Правда, от дивного меркования держали тая мифичная невры – сирот сучасных историков нема. Но мы в нашем белорусском следе целком уверены, что это были земли современной Беларуси. Вот и наша науковая консультантка Элиза Маневич это подтверждает. Какой народ имеет еще столько легендов, столько чародейных казок, где в особенный образ волкалака переворотня, который часом перетворится у волка? А от чего вартое постать полоцкого князя Усеслава Чарадея? По вот для свечения участников князь Володов с этим даром волчиного перетворения. Даже в условиях про поход игров вспоминается князь Усеслав, который, если необходимо, был волком. Поэтому вопрос, вместо с находжением таяльных невров, я лечу выраженным. А поглядите на наши назвы. Нарадж, Нарва, Науры. Эти легендарные невры, цито невры, дожили до наших часов у назви вёски – Науры. Цито в озеро Нарадж, читай Наурадж. Может быть, и племены тые назывались не Невры, а Науры. Попросту Геродот ничего там не дочул. Ци паблытыл. Это же бывает. С неврами, цито наурами, мы, можно сказать, разобрались. Тим часом у иншей, значно вядомейшей в те часы часы света, отбывались драматичные подеи. У Александры Египетской, миновито про ее мы будем разговаривать, началось в последние 58-55 годов до н.э. И царап Птолемея XII скинулись с престола и выгнулись с Египта. Отновлены на престоле про допомогу римского намечника Сирии Габиния, Птолемей XII кидается в жесткие репрессии и массовые забойства. В конце концов он перетворяется в римскую маринетку, которая держится во владе только благодаря римской присутствии. Вам, до речи, это ничего не напоминает? Тестамент Птолемея XII, от долгого этот царь не протягнул, помер в 51-м году до н.э., передавал владу царицей Клеопатрии и ее молодшему брату Птолемею XIII, которого на тот момент было только 9 годов. А далее было тое, про что мы все выдатно мусим ведать, и про что вам нагадает неправильная консультантка Элиза Маневич. А далее была боротьба за корону помеж Клеопатрии и Птолемеем. А докладней Клеопатрия размагалась не с самим маленьким братом, а с теми, кто стоял за его недитячей постатью – юнохом Потином, полководцем Ахиллом и выховальником Теодотом. И далее было много разных, трагичных и не только подеев, которые широко описаны в сусветной прозе, поэзии, драматургии и кинематографе. Бурный роман с Антонием, боротьба с Октавианом, блеск и жабрацтва, зыркие бали и жорсткие битвы – Клеопатра удельничала во всем. Скончилась эта история кепска, але лёсы коронованных особов часто складаются нелепшим чином. Докладное походження Клеопатрии небыто невядомое. Тобак батька безумовно вядомый – это царь Птолемей XII, а мать – тут ещё покрытая смугою. Хотя римский историк тих часов хролёний схилялся до того, что разные таленты царицы, а их было верьми шмат, например, феноменальная здольность домовым. Развивались благодаря не типовому походженню её мать. И он пишет, что мать Клеопатры худшей за всё рабыня полонянка с далёких землёй, где живут скифы и неуры. А неуры, как вы понимаете, это там, где нарва, нарадж, тінаурадж, нароуля и науры. Это теперешняя Беларусь. Доквось, откуда у Клеопатры эти таленты – розум, стратегичная здольность, умение переносить часовые паразы и тяжкости, хоть бы они тягнулись и годами. Это ж типовые беларусские рисы. Есть, правда, и не вельми добрые беларусские рисы – схильность до болевания с размаитыми выпивками и закусками замест цвярозого асенсывания ситуации. Не без этого. И когда вы по кругу частые стежки лесу закинуть вас до пясков эгипетской земли, пожаданно в Александрию, так посмотрите в бездонное глубоко ультрамариновое эгипетское небо и промоуте «Живе Беларусь!». И когда вам раптом никто ничего не откажет, так озавитесь сами. Живе! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...